Когда-то японская спортсменка Юка Кавагути ради мечты о фигурном катании отказалась от гражданства родной Японии, а после с трудом привыкала к российской действительности. Юка Кавагути родилась в 1981 году в японском городе Фунабасе. 18 лет переехала в США, а еще через 3 года в Россию. И во всем виновата фигурное катание. Как и большинство фигуристов, Юка начинала с одиночного катания. Однако, не добившись серьезных успехов как одиночница, она решила попробовать себя в парном катании, причем вдохновила ее на смену вида. Выступление российского дуэта Бережная Сихарулидзе на Олимпиаде в Нагано. Но в Японии было трудно реализовать свою мечту, и тогда юная фигуринка встала перед дилеммой найти себе иностранного партнера, согласного кататься за Японию, или самой выступать за другую страну. В поисках выхода Кавагути отправилась за тренером русских чемпионов Тамарой Москвиной, сначала в Штаты, потом в Санкт-Петербург. В 2006 году для Юки нашелся перспективный русский партнер Александр Смирнов, но на пути к успеху было серьезное препятствие – японское гражданство партнерши. Юка оказалась перед трудным выбором, но любую фигурному катанию перевесила. Спортменка отказалась от японского паспорта и стала гражданкой России. И уже с 2008 года пара Юка Кавагути и Александр Смирнов начали выступать за Россию. Почти 10 лет совместной работы этой пары принесли 2 личных бронзы и командное серебро на чемпионатах мира, 2 золота на чемпионатах Европы и 3 золота в России. Но несмотря на обилие побед и медалей, карьера Юка и Александра была похожа на американские горки. За успехом шли травмы и обидные ошибки. Несколько раз им приходилось все начинать с нуля. В 2017 году Кавагути и Смирнов завершили спортивную карьеру. В кончании спортивной карьеры Юка Кавагути осталась жить в Санкт-Петербурге. Сейчас она иногда участвует в ледовых шоу, тренирует детей, работает техническим специалистом. Юка признается, что адаптация к чужой культуре далась ей непросто. Но сегодня она уверенно говорит по-русски, владеет двумя высшими образованиями и даже понимает специфический русский юмор. И если со временем Кавагути все-таки удалось адаптироваться к жизни в России, но вот свою любовь она пока не встретила. Правда, одно время ходили слухи, что Юка была неравнодушна к своему партнеру. Но Александр Смирнов в то время был влюблен в другую девушку, на которой впоследствии женился. Сама фигуристка рассказывала, что воспринимала Александра исключительно как коллегу. Более того, долгое время отношения между ними были прохладными. «Воспринимала его только как товарища. Я была влюблена в одного человека, близкого к фигурному катанию. Он японец. Но сейчас у нас нет отношений», признавалась Юка в одном из интервью. Отвечая на вопрос журналистов о своей жизни в России, Юка цитировала слова своей мамы. «Знаете, какую фразу чаще всего произносила мама, когда приезжала ко мне в гости? Я не понимаю, почему». А я отвечала, «Понимать не надо. Это Россия». Вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok